добрый день уважаемые коллеги я надеюсь меня хорошо слышно видно не очень потому что у нас тут солнышко сегодня сильно как я не старалась шторкой закрыться не совсем это получилось но самое главное что и слышно и видно презентацию тема нашего сегодняшнего вебинара инструмент для создания видео лекций трейлеров это тема такая интересная про него можно говорить много долго и не один вебинар я сегодня расскажу по минимуму теории по максимуму практике небольшой обзор инструментов которые может быть вам пригодятся в работе для создания видео разных форматов видео лекции был трейлер это все-таки самые распространенные но все просто название на слайд бы не поместились потому что сейчас в библиотеках и учебных заведениях много создается и слайд-шоу и видео спектакли различные видео постановки те же самые видео лекции буктрейлеры рекламные видеоролики тизеры и многое-многое другое какие инструменты можно взять на что стоит обратить внимание вот сегодня как раз об этом и поговорим почему именно видео почему такой большой интерес к такому формату youtube уже посчитал что примерно каждый день на youtube загружается примерно полтора миллиона видеороликов самых разнообразных я думаю что в соцсетях такая же примерно ситуация ну потому что видео во-первых оно обладает лучшей что называется вирусностью лучшей запоминаемостью уже подсчитали что в этом случае более 60 процентов информации может сохраняться в памяти ну и кроме того видео это популярный формат который хорошо воспроизводится как на обычных компьютерах так и на мобильных устройствах будем помнить о том что все таки большую часть контента видео просматривают именно со смартфонов и естественно их можно смотреть в любое удобное время в пути в дороге во время отдыха на природе где угодно поэтому видеоролики сейчас так хорошо распространяются в социальных сетях и получают популярность уже целые социальные сети завязанные на видеороликах существуют поэтому было бы странно пройти мимо этого формата если говорить о том что можно сделать с помощью видео и библиотеки в школе в любом учебном заведении то список можно довольно длинный составить кроме обычных презентаций тематических можно составлять видео инструкции создавать рекламные ролики в том числе буктрейлеры рассказа книгах можно виртуальной экскурсии по библиотекам по учебному заведению по отделу создавать вместе с читателями создавать например творческие работы какие-то связанные с видео снимать видео спектакли какие-то видео постановки ставить но и виртуальная выставка тоже может быть формате видеоролика это далеко не полный перечень конечно здесь можно все продолжить если говорить о том какие требования сейчас предъявляются к видеороликам ну вот к учебному видео например вот такие требования но я думаю что они хорошо подходят и для библиотечных самое главное чтобы это видеоролики достигали своих целей и задач у них было достаточное количество информации то есть стороны чтобы информации было достаточно чтобы понять о чем идет речь но и не перегружать чтобы зрители не ужаснулись наукообразности не убежали с экранов от экранов компьютера хорошо бы чтобы был доступ с разных устройств конечно к этому видеоролику лучше если это видео были снята как-то неформально может быть даже с юмором хорошее качество это тоже немаловажно потому что часто мы видеоролики демонстрируем на больших экранах во время мероприятий поэтому на качество тоже стоит обратить внимание много спорят о продолжительности сколько зритель выдержит просмотр видеоролика ну вот для учебного видео например определили примерно 5 12 минут я думаю в принципе это нормальное время как раз ну плюс минус естественно но вот как раз в период например на 15 минут совершенно спокойно видеоролик может укладываться но еще одна такая важная история с авторскими правами вот как раз при создании видеороликов мы чаще всего с этим и сталкиваемся с нарушением или с не нарушением авторских прав потому что сейчас большие требования и к изображениям и к музыкальной дорожке к использованию видеофрагментов если вы какие-то известные видеофильмы заходите вставить например свой буктрейлер тоже может могут возникнуть вопросы и при загрузке на youtube очень часто в случае нарушения авторских прав либо присылают уведомления либо могут снять звуковую дорожку если она там нарушила какие-то права поэтому перед тем как создавать тоже запастись придется какими-нибудь в материалами которые распространены для бесплатного использования не защищены авторским правом либо если вы имеете разрешение на их использование это все очень важные вещи но и после того как все сошлось вы решили что вы будете снимать как вы будете снимать стает вопрос с помощью чего это делать как можно с минимальным количеством усилия создать видеоролик начнем от простого к сложному пойдем но например задача следующая у нас есть презентация со слайдами и нам нужно ее озвучить то есть наложить голос за кадром который будет комментировать происходящее на экране и желательно это все чтобы сохранить формате видео в этом случае можно взять первое что у нас есть под рукой в презентации powerpoint инструмент который наверняка есть на рабочих компьютерах и дома у вас наверняка он присутствует поэтому стоит наверное обратить на него внимание тем более что у него довольно хороший функционал есть возможность создавать озвученные презентации не прибегая к каким-то дополнительным условиям итак первый вариант у меня будет следующий у меня есть дикторский текст который уже записан желательно каждому слайду записать отдельный кусочек дикторского текста так будет удобнее задача наша будет следующим нам каждому слайду нужно прикрепить этот фрагмент текста и настроить вот так чтобы слайды сами собой перелистывались и текст звучал автоматически то есть мы просто запускаем презентацию а дальше все происходит само собой вот такая вот перед нами стоит задача сделать это несложно правда придется немножко повозиться и так сначала вставляем звук это все просто через функцию вставка добавляем звук с компьютера у нас отображается ведь вот такого микрофончика как нет не микрофончика рупора вот а дальше переходим во вкладку работа со звуком воспроизведения нам нужно чтобы воспроизводилась автоматически поэтому выбираем опцию автоматически начала и дальше нажимаем на ставим галочку скрыть при показе потому что этот значок нам будет мешать на слайдах мы вы лучше скроем чтобы у зрителей не видели вставим галочку дальше если посмотреть с левой стороны на панели инструментов можно увидеть громкость то есть мы можем отрегулировать громкость дикторского текста если он произносится тихо можем выставить погромче более того здесь даже есть монтаж звука мы можем отрезать кусочек от начала или от конца настроить угасание исчезания то есть чтобы звук медленно-медленно нарастал и точно также медленно-медленно угасал ну и проверяем нажатием кнопки воспроизведения если все хорошо работает дальше переходим к следующему этапу звук мы установили нужно теперь дополнительно его еще настроить есть ряд дополнительных настроек они расположены во вкладке анимация выбираем эту вкладку нажимаем на область анимации и видим что у нас значок со звуком появляется с правой стороны называется у меня этот звук на поляне он появился справа щелкаем по нему открывается окошечко всплывающие и в этом окошечке мы можем настроить продолжительность звука мы настроили то что он идет автоматически нам осталось выяснить с какого периода он должен начаться сначала с какой-то секунды ну по умолчанию стоит сначала мы сначала и оставляем дальше когда он должен закончиться после какого слайда допустим он у нас звучит только на одном слайде поэтому после этого же первого слайда он и должен закончиться выставляем дополнительно в вкладке время вы можете урегулировать с какого периода времени конкретно будет производиться звук в общем по всем этим вкладкам стоит походите время и параметры здесь более тонкие настройки для ну если есть какие-то особые требования то вот в этой в этом окошечке все настраивается еще окончательно нажимаем ok сохраняем ну и третий последний здесь шаг это настроить переходы слайдов чтобы слайды автоматически теперь менялись делается это в разделе связанным со слайдами с переходами выбираем эти переходы смена слайда по умолчанию она у нас по щелчку мы снимаем эту галку оставим ее чуть ниже после а дальше выбираем время но например если у нас дикторский текст 4 секунды звучит то переход слайда мы выставляем например на 5 секунд ну чтобы был небольшой зазор небольшая пауза между слайдами может быть больше тут уже чисто практическим путем выясняем какая пауза нам нужно между слайдами чтобы слайд перевернулся и чтобы текст как-то делился на смысловые части сохраняем и переходим к следующему слайду вот таким образом мы каждому слайду крепим настраиваем переходы добавляем и все это сохраняем в презентацию пока вот на этом остановимся пока вот у нас уже готовая озвученная презентация есть мы ее можем так и оставить чуть позже расскажу как ее переделать видеоролик если все это довольно сложно но это не больше немного сложно больше наверное длительно по времени есть вариант другой у нас есть просто презентация и мы хотим в режиме вот реального времени ее звучит начиная с powerpoint 2007 есть опция показа слайдов и записи при этом показа вот как раз выбираем эту вкладку пока слайдов запись показа слайдов нажимаем и вот такое окошечко появится выставляем две галки время показа и речевое сопровождение нажимаем начать запись и наша презентация разворачивается на экране нам остается только перелистывать заранее конечно нужно подключить микрофон и дальше в микрофон перелистывая презентацию одной рукой мы озвучиваем эти слайды получается все быстрее в этом случае и таким образом мы перестали до конца презентации сохранили это все и опять у нас готовая получается озвученная сервис сам нашу речь раздропил на несколько кусочков и каждому кусочку каждому слайду прикрепил кусочек нашего выступления остается только все еще раз послушать посмотреть и если все сохранилось хорошо теперь можем приступать к сохранению во вкладке файл есть опции две я их красные рамки вынесла первая опция если вы хотите просто оставить это как презентацию для этого есть опция упаковать презентацию для компакт диска это хорошая вещь потому что может быть в эту презентацию будете демонстрировать на других компьютерах обычно это такая проблема когда ты презентацию берешь а звуковые файлы перестают воспроизводиться потому что они остались на родненьком компьютере и на новом устройстве уже не будут проигрываться в этом смысле стоит упаковать всю презентацию в одну папку в отдельную и уже с этой папкой на флешке путешествовать к другому компьютеру там все будет воспроизводиться так как надо вот в эту упаковку в эту папку входят все аудиозвуки которые мы прикрепили все какие-то дополнительные эффекты даже внедренные шрифты если вы какие-то эксклюзивные шрифты использовали для презентации в этом случае можно не беспокоиться презентация будет проигрываться в любом случае далее если нам нужен формат видео выбираем кнопку чуть выше создать видео создается видеоролик формате mp4 в хорошем качестве только придется немножко подождать чем длиннее была ваша презентация чем больше там внедренных звуков тем медленнее будет происходить форматирование лучше компьютеру больше не подходить оставить его спокойно форматироваться какое-то время чтобы это происходило быстрее ну результат того стоит немножко подождем и на выходе получаем хорошее качество видеоролика теперь его можно загружать на youtube публиковать социальных сетях так как вы захотите его использовать он такой довольно тяжеленький получается но собственно говоря качество того стоит вот пожалуй и все эта функция создания видео работает в powerpoint и начиная с 2010 года и выше так что наверняка у всех стоит десятка может и лучше версия так что эта функция наверняка у вас доступна на компьютере в общем хорошая вещь я сейчас большую часть видео лекции именно в таком формате стараюсь записывать не пользуюсь онлайн сервисами потому что в них есть ряд ограничений ну давайте посмотрим и на них тоже есть несколько онлайн сервисов которые заточены как раз на создание видео презентации на создание вот этих вот озвученных видео лекций есть сервис который так и называется презентиус да я забыла совсем что я вам хотела ссылок накидать в чат увлеклась рассказом сейчас минутку я скопирую несколько ссылок и в чат отправлю вам первая ссылка это ссылка на буктрейлер который сделан как раз по первому варианту в powerpoint просто звук прикреплен к слайдам правда там не озвучка там музыкальный фрагмент но это было слайды презентации на которых сверху я наложила музыку получился буктрейлер а второй формат это видео лекция которую я как раз записала в режиме вот такого озвучивания по слайдового вариант номер два вот презентиус это сервис который позволяет записывать озвученные презентации и тут же их публикует вам не нужно искать youtube как-то загружать и так далее лекции остаются в вашем личном кабинете получаете ссылку и код чтобы этой лекции делиться и вставлять ее на сайт или в блог сервис довольно симпатичный и несложный здесь вот такие вот есть возможности интересные можно создавать не только озвучку к презентациям крепить но как вы видите можно еще просто загрузить отдельные картинки и эти картинки можно озвучивать здесь есть еще несколько вот дополнительных фишек которые уже к аудио озвучке не такой опосредованно имеют отношение коллективное обсуждение видеороликов рисование и так далее нас будет интересовать функция первая и вторая как комментировать картинки как комментировать презентации здесь необходима регистрация после регистрации попадаем в личный кабинет и загружаем нашу презентацию ну я взяла вот такую свою на этом примере попыталась что-то сделать после того как она загружена вернее перед тем как ее загрузить внимательно стоит почитать справочные подсказки потому что сервис предлагает загружать формате pdf презентацию это оправдано потому что потому что потому что шрифт и картинки могут съезжать когда мы загрузим внутрь этого сервиса особенно если шрифт какой-нибудь нестандартный поэтому лучше подстраховаться и грузить презентацию формате pdf тогда все точно встанет на своих местах ресурс на английском языке но можно перевести с помощью google переводчика на русском здесь всего две кнопки на самом деле поэтому ничего сложного здесь нет первая кнопка называется рекорд после того как мы загрузили презентацию она красненькая вверху нам нужно определиться в каком формате будем записывать здесь две опции slide by slide и presentation to an audience первые это стандартно если вы сидите дома перед компьютером то выбираем slide by slide это просто вот как мы до этого записывали в powerpoint то есть листаем слайды и наговариваем микрофон текст второй вариант это больше для выступлений где-то то есть когда вы выступаете на большом экране перед аудиторией и при этом параллельно еще хотите сделать запись этой вашей лекции в этом случае выбираем второй формат presentation to an audience презентация перед аудиторией ну выбрали мы slide by slide и пошли записывать нажали кнопку рекорд вот наше окошечко для записи она уже вот таким откроется еще обращаю ваше внимание на такую кнопку speaker notes это что называется заметки спикера можно с правой стороны вот сейчас на слайде пустое поле справа на самом деле это как раз поле для заметок спикера сюда можно просто набрать какой-то текст и вы не отрываясь в бумажке не заглядывая куда-то можете этот текст прям с экрана читать ну удобно наверное поэтому можно воспользоваться и текст сюда вставить но если он не нужен то не нужен тогда просто нажимаем рекорд все слайды пронумерованы тот который красные рамочки это тот который сейчас рабочий тот который вы озвучиваете а дальше просто мышкой их листаете один за другим какой лучший переводчик google или яндекс у меня google браузер стоит поэтому он иногда даже сам предлагает мне что-то перевести мне нравится google переводчик ну если у вас яндекс браузер то может быть яндекс тоже неплохо то дело вкуса уже записываем перелистали все слайды закончили запись она у нас в таком виде готова нажимаем стоп и дальше нам нужно сформатировать теперь все это готов формат видео нажимаем комплект рекординг закончить запись зеленая кнопка в правом верху ждем какое-то время тут тоже придется подождать пока видео смонтируется после этого мы получаем наконец готовый видеоролик вот в таком формате можно его тут же просмотреть прослушать ну и внизу кнопочка share and embed поделиться и вставить на страницу сайта и блога можно ссылку можно код вот теперь немножко про ограничения есть тут небольшие ограничения но в целом довольно неплохой сервис по функционалу да все верно в браузере google я правой клавишей мышки можно переводить тоже смотрите здесь можно формате powerpoint закружить три презентации только а формате pdf без ограничений поэтому лучше в pdf формате очень хорошо все получается на выходе ну как альтернативу можно попробовать если под рукой нет powerpoint а другой сервис ту же самую презентацию я пыталась попробовать в другом сервисе сервис новия чем он отличается от презентиуса презентиус это голос за кадром а вот новия вы можете подключить в веб-камеру и получается у вас такая видео лекция формате вебинара то есть в углу экрана будет ваше изображение по центру будет презентация ну и соответственно голоса ваш будет звучать так сейчас минутку ссылку отправлю на запись чтобы можно было посмотреть как это выглядит чем еще хорош новия здесь есть движок он опять таки тоже на английском языке но он еще даже проще чем презентиус тут при когда начинается запись появляется такой движок и можно даже немножко побывать режиссером что это значит можно сначала показать презентацию потом показать спикера потом показать и то и другое то есть как это в кино искусстве называется крупный план и общий план в общем можно фокусироваться то на спикере то на презентации но может быть это не такая уж прямо главная фишка вдруг пригодится вообще создатели сервиса говорили что это сервис для новичков для тех кто еще не работает вот так вот плотно с видео лекциями все очень просто загружаем презентацию можно вместо презентации загрузить pdf файл можно даже отдельные фотографии загрузить ну а дальше добавляем аудио видео комментарии камеру можно отключить это не обязательно есть еще и мобильная версия так что можно со смартфонов тоже это делать единственное что есть ограничения здесь довольно такие жесткие потому что можно создать три таких видео презентации бесплатно и звука на них всех дается 30 минут ну примерно по 10 минут на каждую презентацию вот так собственно говоря вот основное ограничение здесь такое готовую работу можно ссылкой взять можно кодом взять ну а можно даже скачать к себе на компьютер таком качестве принцип работы тот же самый слайды с левой стороны мы нажимаем рекорд кнопку это зелененькая кнопочка со значком микрофона а перелистываем слайды кнопочкой next она рядышком находится слева все слайды остаются чтобы было видно какой у вас будет следующий и так перелистывая озвучивая слайды мы точно так же записываем как и в предыдущем сервисе после того как все сохранилось вот пожалуйста окошечко для того чтобы поделиться копируем ссылку получаем код и делимся в социальных сетях можно сразу на youtube закачать если хотите но и можно сохранить себе на компьютер качество правда не самое лучшее 360 ну так или иначе если мы с мобильного устройства работаем это в общем даже неплохо и еще один сервис правда такой сервис программа потому что он для того чтобы сделать запись нужно установить программку маленькую чтобы опубликовать нужно опять вернуться к сервису сейчас ссылочку отправлю тоже моя видео лекция которая записала в этом сервисе собственно говоря как я на него вышла была была задача записать видео лекцию в формате вебинара то есть чтобы была говорящая голова была презентация ну и чтобы не было ограничений по длительности потому что презентация должна была быть долгая где-то минут 15 а вот тут же нови например давал только 10 минут этого было мало к тому же были проблемы с компьютером подвисало все и поэтому звук записывался плохо поэтому я поискала что-то похожее в парпойнте у меня не было тогда функции в десятой версии пауэрпойнта нет этой функции говорящей головы поэтому пришлось что-то искать нашелся вот этот ресурс называется он presentation tube это сервис он же программа специально тоже создана для создания видео лекций самых разных вот это функционал он сейчас на английском языке этот эта программка как это все работает скачиваем с официального сайта программку она очень быстро устанавливается открываем здесь все в режиме одного окна чего переключать не надо загружаем презентацию здесь все хорошо шрифты поддерживаются картинки не плывут все нормально ну и дальше наверху набор кнопочек самое окна кнопочка здесь рекорд запись дальше пауза стоп и и есть еще кнопка экспорта прямо на youtube вот на эти стоит обратить внимание дополнительно вы можете настраивать здесь яркость контрастность выбрать лазерную указку вы можете рисовать там есть ластики и карандашики которые нужно поверх слайдов рисовать плюс следующий слайд у вас отображается виде маленькой миниатюрки чтобы не терять логику повествования и еще есть несколько опций возможности записи записывать только спикера записывать только презентацию или записывайте спикер и презентацию одновременно так что тоже тут можно выбрать ну и фон тоже по умолчанию голубенький здесь будет фон с правой стороны можно свою картинку загрузить загружаем презентацию запускаем запись и начинаем озвучку плюс в том что вам не нужен здесь интернет и поэтому если он у вас не очень сильный то здесь просто с силами компьютера записываем подключаем виде видеокамеру записываем любой момент можем нажать на паузу и передохнув попив водички продолжить дальше дальше нам сконвертируется файл формат у него очень такой экзотический и и сф и и вот с этим форматом теперь нужно возвращаться обратно на сайт у вас там создан личный кабинет в этот личный кабинет загружаем созданный файл этот файл мы можем проиграть только вот в самой этой программе к сожалению не на youtube никуда то еще мы его пристроить не можем поэтому идем на сайт чтобы сайт его конвертировал на загружаем наш созданный видеоролик туда там буквально пару тройку минут и он уже готов у вас в обычном формате вам дадут на него ссылку и код и вот тут же опубликует на ю тубе вам остается только эту ссылку и код сюда вставить на страницу сайта и блога если хотите его можно скачать и пристроить к себе например куда-нибудь на канал youtube или показывать на мероприятиях в общем как вариант он рабочий можно пользоваться из сайт работает если хотим качество повыше потому что здесь на выходе тоже получается 360 не самое лучшее качество есть платные версии если вы планируете на поток поставить создание видео лекции видеороликов в таком формате то можно просмотреть варианты и платной подписки вот так если что-то экстремальное нужно сделать быстро срочно по определенному заданию то можно попробовать самое замечательное что здесь можно неограниченное количество записывать видеороликов и в любой длительности сколько захотите это большой плюс ну еще такое немножко необычный сервис не знала я куда его отправить то ли видео лекции то ли аудио лекции как его классифицировать сейчас расскажу почему вот он такие сложности у меня вызвал сервис voice read он работает и на компьютере есть еще и мобильная версия можно со смартфона и попользоваться это сервис для создания аудиокомментарий аудиокомментариев слайдом можно в качестве слайдов использовать слайды презентации отдельные картинки можно даже загружать текстовые документы и комментировать за за кадром текстовые документы еще большой плюс этого сервиса в нем есть опция совместной работы вы можете пригласить других участников для комментариев загрузить например какой-то набор слайдов а все участники которых вы подключили могут оставлять к ним свои аудиокомментарии здесь уже не столько получается видео лекция сколько вот такая совместная работа со слайдами и с комментариями я вот вам в чат отправила сейчас нашу запись это мы с детьми библиотеки записывали книжку мышки сказку мышки кораблик здесь я выбрала просто запись отдельно отдельными кусочками а затем прикрепила ее к слайдам здесь две возможности можно вот так вот как я сделала кусочками прикреплять либо можно сразу записать аудиокомментарий в режиме онлайн и не только кстати аудио сначала загружаем все наши картинки кнопочка называется это медиа загружаем все картинки все документы которые хотим прокомментировать дальше вторая кнопочка со значком комментария называется коммент вот на нее нажимаем если хотим что-то прокомментировать нам открывают все наши слайды мы выбираем например первый слайд первый слайд у меня был вот такой но дальше выбираем как мы будем комментировать есть здесь несколько опций но текст это просто мы внизу напишем небольшой текстовый комментарий запись аудио когда мы подключаем микрофон гарнитуру мы можем в режиме реального времени записать аудиокомментарий видео комментарий все то же самое только с подключением веб-камеры ну и то что делала я просто загрузила аудио файл и он прикрепился к этому слайду количество человек здесь нет ограничений то есть вы даете ну во первых приглашаете их чтобы они там зарегистрировались это важно затем даете ссылку на вашу презентацию открываете к ней доступ ну а далее количество человек не ограничено вы этот сервис используют часто учителя особенно английского языка например они карте картинку например ставят одну картинку и несколько картинок допустим там опишите свой режим дня какая-нибудь картинка с изображением режима дня а дальше школьникам дается доступ и они подключаются с мобильных устройств например и дают аудиокомментарии на английском языке например рассказывают какой у них режим дня к одному слайду можно несколько таких комментариев записать либо можно столько слайдов загрузить сколько у вас учеников и каждый будет свой собственный озвучивать так что в общем это неплохой сервис у него ограничение только по весу то есть смотрите здесь можно создать 50 работ и дается 250 мегабайт для хранения всех этих работ ну хранилище не очень большое но если просто аудиокомментарии записывать то это не слишком высокая длительность звукового комментария до трех минут вот ну за три минуты в общем уже много чего рассказать и если видео комментарии записывать что там аж до 30 минут такой видеоролик прикрепить к слайду маленький вот готовые видео что с ним можно сделать оно даже будет немножко не видео если вы ссылку открыли там все перелистывается стрелочками там не автоматический просмотр а вы как презентацию листайте там стрелочка есть и запускаете аудиокомментарии вот в таком формате можно встроить на страницу сайта и блога получить ссылку и код таким образом все это работает в общем неплохой сервис для совместной работы например можно использовать создавать такую коллективную видео лекцию давайте о других теперь еще форматах поговорим о скринкастах можно говорить тоже долго потому что сервисов много программ еще больше для этого я выбрала парочку один сервис одну программу которыми иногда пользуюсь сама собственно говоря скринкаст для чего он может сгодиться это запись происходящего на экране и аудиокомментарии за кадром то есть в режиме реального времени вы что-то на своем рабочем столе делаете в компьютере комментируете то что вы делаете и вся эта запись экрана снимается вместе с вашими аудиокомментариями и получается такой видеоролик сейчас минутку у нас вопрос аудиофайл вы заранее записывать на диктофон два варианта есть voice read можно в режиме онлайн просто микрофон подключить наговорить а мы записывали просто отдельно просто дети пришли в определенный момент времени мы подключили микрофон они записали ушли а я уже потом все это вставляла в слайды вот таким образом когда мы делаем готовое видео моего отдельно потом от продукта используем или обязательно в этой среде voice read в этой среде это не видео по сути это вот как озвученная презентация будет то есть мы отдельно от сервиса бы его показать не сможем нам нужен доступ в интернет если в каких-то сервисах мы можем скачать видеоролик отдельно его показывать где-то то это voice read он онлайн только в этой среде работает все от вопросов вернулась обратно скринкастом скринкаст еще раз повторюсь это снимаем мы с экрана все происходящее на нашем экране и записываем параллельно аудио комментарии скринкаст может быть голосовым когда мы подключили микрофон и что-то комментируем либо немым мы просто молча что-то делаем на экране и накрадываем например фоновую музыку потом на все это и получается не мой скринкаст чаще всего это используется при создании разных видео инструкций наверняка вы когда какие-то программы осваиваете либо сервиса в интернете на ютубе огромное количество видео инструкций снятых как раз в режиме скринкаста вы точно также можете сами что-то создавать например освоили какую-то интересную программку какое-то приложение и хотите рассказать об этом вот тогда скринкаст вам поможет в библиотечной среде можно например создавать инструкции по работе с электронным каталогом рассказывать читателя в режиме видео как работать с луком что искать где какие поля заполнять потому что например это иногда вызывает затруднения у читателей можно создавать какие-то видео инструкции для школьников как например работать с документом как создавать презентацию и так далее ну вот такие учебные материалы можно создавать с помощью скринкастов покажу два варианта первый это онлайн сервис скринкастоматик это сервис онлайн который работает в привязке с интернетом ничего вернее как придется небольшой плагин скачать на свой компьютер который позволяет работать с этим сервисом но это все на этом после того как вы скачали этот маленький плагинчик у вас вот такая вот рамочка появляется на экране и вы прямо сейчас можете начать и запись собственно говоря ну вот небольшую ссылку в чат отправила смотрите эту рамочку можно растянуть на весь экран можно снимать часть экрана как хотите можно подключить веб-камеру тогда ваше изображение еще будет вместе с этим скринкастом нажимаем на кнопочку рекорд она тут всего одна и начинаем запись дополнительно тут есть настройки какого качества вы хотите видео аудио подключать не подключать не мой у вас будет скринкаст или голосовой после этого делаем комментируем сохраняем после этого вам будет предложено на выбор можно сохраниться на сервисе и получить ссылку можно на youtube тут же загрузить либо можно скачать на компьютер как хотите минус какой здесь будет водяной знак будет внизу маленький там будет написано название сервиса в левом нижнем углу и еще тут продолжительность видеоролика вашего не должна быть больше 15 минут вот а все остальное собственно говоря довольно сложно у нас тут комментарии пошли тихотворение бродского записывала так включила музыку на компьютере под нее на телефон начитывала текст музыку можно было делать громче или тише не прикрепляла отдельный файл с музыкой что избела меня от претензий по поводу использования музыки нарушал ли я права чайковского или нет я думаю что это надо смотреть насчет чайковского можно ли его использовать я думаю классическую там музыку уже можно на нее авторские права уже не распространяются поэтому принципе можно и так да можно и таким образом тоже на какое качество нужно ориентироваться здесь 720 стоит качество вот в этом онлайн сервисе на выходе получаем 720 можно меньше если хотите там уже настроить поменьше другой формат если вы скринкасты планируете записывать много и часто не хотите не нужен вам этот водяной знак и вы не хотите быть привязанным к интернету для этого есть программа айсприн free cam она действительно фри она действительно бесплатная ее можно скачать на сайте айсприн это хорошая программа я вот именно ее после всяких разных использований взяла ее потому что она русском потому что она простая и потому что у нее нормальный функционал все очень просто скачиваем себе на компьютер эту программу она теперь остается с вами навсегда вы можете в любой момент ее открыть вот такое окошечко появится точно такой же как и в предыдущем сервисе качество будет тоже 720 можно окошечко растянуть на весь экран можно частично записывать но остается только нажать на красную кнопку рекорд и начать запись есть инструкция но даже без инструкции здесь очень легко разобраться после того как у нас записано все вам предложат еще немножко поредактировать можно кусочек сначала или с конца отрезать например вы там где-то в начале немножко сбились и начали заново рассказывать вот этот маленький кусочек можно тут же отрезать если он нам мешает и после этого сохраняем обычно в формате видео остается у вас на компьютере все а далее вы можете на youtube грузить или просто демонстрировать на мероприятиях если захотите вот но про фоновую музыку я чуть позже вам расскажу на последних слайдах я несколько ссылок вам приползла для музыки без авторских прав где ее взять вот такая быстрая и шустрая программка хорошо работает так что рекомендую ну давайте поговорим еще о некоторых форматах формат слайд-шоу это наверное один из самых любимых библиотечных форматов потому что он делается не очень сложно потому что он чаще всего не требует какой-то голосовой озвучки как правило это фоновая музыка на которой меняются красивые картинки и слайды иногда нужно записать видео с интернета скринкасты для этого подходят да подходят как это делается например вы хотите очень очень скачать какой-то видеоролик а его нельзя скачивать вот ну я сейчас рассказываю вообще про нарушение авторских прав если честно давайте другой возьмем вариант например вы создали где-то свое видео в каком-то сервисе но сервис не дает возможности его скачать но это же ваш видеоролик вот поэтому есть возможность использовать скринкаст для этого открываем видеоролик на весь экран запускаем его включаем колонки чтобы был звук но дальше включаем скринкаст и снимаем с экрана вот я вам ссылочку последнюю добавила про северного оленя это как раз я с экрана снимала я как раз создала видеоролик в программе для анимации и там он хранился всего неделю а после этого уничтожался но мне его жалко было я решила его сохранить таким путем вот пример как можно это сделать скринкасты для этого тоже подходит можно ли одновременно музыку и голос смотрите лучше конечно сделать сначала скринкаст с голосом а потом открыть любую программу для монтирования видеороликов и наложить сверху музыку сделать ее потише чтобы она не заглушала потому что если вы одновременно включите где-нибудь на заднем плане у себя еще музыку с голосом может там очень сложно выстроить настройки как чтобы музыка не заглушила голос поможет результат не понравится просто поэтому если хотите сверху музыку то сначала запишите с голосом а потом в любом видеоредакторе добавьте музыку про видеоредактора я тоже расскажу чуть позже и так слайд-шоу опять покажу несколько инструментов которые люблю сама и использую расскажу как и что с ними можно сделать сервис анимота вообще этот сервис условно бесплатный есть у него бесплатная trial версия но она нам не подойдет нам нужен вариант с учительским аккаунтом это немножко другой сайт вернее сайт называется . также анимота но это как бы отдельная страничка ссылочка на него вот в презентации внутри есть если хотите попробовать нам нужна кнопка get started free начать бесплатное использование образовательного тарифа если вы учители или если библиотекарь вот для некоммерческих организаций предоставляется такой образовательный тариф который с минимальными ограничениями хорошее видео создает в хорошем качестве 720 более 70 шаблонов большое количество аудио треков так что много много всего хорошего есть сейчас я вам отправлю ссылку на буктрейлер созданный в сервисе анимота чтобы вы могли оценить там среднее качество сейчас качество уже стало даже лучше 720 было изначально 480 сейчас они повысились до 720 так что вот можете по этой ссылке посмотреть и представить что качество еще чуть выше и так анимота регистрируемся обязательно при регистрации мы должны выбрать образовательный тариф и выбрать цель создания education образовательный от нас потребуется следующее ну во первых как обычный адрес электронной почты имя и еще а сервис попросит сказать в какой школе мы работаем какой предмет ведем это конечно формальность ну например мы библиотекаре поэтому можем написать что мы преподаем литературу если мы работаем в учебном заведении вообще отлично указываем достаточно хотя бы номер школы допустим указать ну и далее еще попросят какой-нибудь второй адрес но они просят как адрес школы но это не обязательно должна быть школа вы можете просто любую вторую электронную почту завести и эту электронную почту сюда вписать главное чтобы адреса отличались сохраняем эти два адреса сохраняем нашу электронную почту нажимаем зарегистрироваться и после этого буквально минуты через две нам придет сообщение о том что образовательный тариф подключен и мы можем пользоваться образовательный тариф дает на 180 дней через 180 дней его можно продлить если вам сервис понравился просто заходим нажимаем на кнопку продлить и продлеваем сервис опять-таки на английском но тут google переводчик нам в помощь есть инструкция по работе поэтому не заблудимся я думаю заходим внутрь здесь огромное количество шаблонов этих более 70 есть уже готовые причем здесь видео как вы видите разных форматов есть обычная стандартная горизонтальная есть вертикальная для социальных сетей для мобильных устройств можем что-то выбрать из готовых шаблончиков здесь уже вот есть готовые можно их посмотреть а можно вот в красную рамку я вынесла старт from scratch это значит начать с чистого листа поскольку здесь вот чисто библиотечных например шаблонов нет здесь в основном таки больше рекламные может быть учебные поздравительные открыточки разные поэтому я предпочитаю с нуля работать как это все выглядит вот так белое поле белый слайд напоминает чем-то презентацию только внизу сами слайдики располагаются по центру главный здесь все очень просто есть несколько шаблонов слайдов нам дают вот такой на самом деле шаблонов больше вот столько это еще не все там дальше можно ниже полистать то есть шаблон просто с картинкой и шаблон картинка с текстом есть шаблон 3 картинки есть шаблон с видеороликом здесь можно пощелкать выбрать все что хотим с левой стороны есть даже сортировщик media only это значит шаблоны только с картинками видео текст он ли это шаблоны только с текстом медиа и текст это означает что и текст и картинка выбираем любой шаблончик щелкаем возвращаемся обратно в конструктор что здесь в конструкторе прямо сюда перетягиваем картинки со своего компьютера здесь есть набор картинок вот внизу например здесь небольшая библиотечка есть но поскольку мы свое собственное видео создаем то свои картинки сюда и загружаем они внизу нас отображаются в виде вот такой ленты значком плюсик мы добавляем новый слайд с новой картинкой дополнительно кнопочка т добавляет текст если мы вдруг надумали сюда еще текст написали кнопочка с капелькой означает заливку фона и вот всякие манипуляции связанные с оформлением слайда далее так быстренько набросали слайдики внизу есть кнопочка для продолжительности вот этот слайд например у меня три секунды длится можно увеличить плюсом или уменьшить минусом дальше выбираем вкладку music просто как мы все слайды накидали нам нужна фоновая музыка для всего этого вот так выглядит библиотека музыки здесь музыка которая вас для свободного использования и их достаточно много музыкальных треков здесь они рассортированы вот такие синие квадратики по жанру тут есть спокойная энергичная тихая громкая веселая грустная и еще внизу есть инструментальная электроника классическая акустическая так далее нажимаем на эту подборку открывается список треков выбираем тот который нравится и точно так же мышкой переносим его либо щелкаем два раза он появляется внизу в виде вот такой вот ленты с этими со звуковыми колебаниями есть опция yom music если у вас какой-то свой музыкальный файл его можно загрузить в раздел наша музыка туда загрузили сохранили можно посмотреть как все это будет кнопочка play вот эта синенькая со стрелочкой смотрим если все нравится переходим на заключительный этап сохраняем это слайд-шоу нам предложат на выбор три формата сохранение квадратное для социальных сетей facebook instagram обычная прямоугольная это у нас для ютуба ну и вертикальная если вы stories снимаете для мобильных устройств можно вертикально сделать ну а стандартно обычно выбрала я landscape выбрала дальше что когда все сформатируется на выходе получаем вот такое видео единственный недостаток она будет с водяным знаком справа вверху и либо слева внизу будет вот такой вот уголочек на нем будет написано что видео сделано с помощью анимота но не сильно портит картинку не поперек экрана так что можно с этим смириться здесь три кнопки download это для скачивания шея чтобы поделиться и копилинк для того чтобы получить ссылку на это видео сохраняется формате 720 на компьютер скачивается в таком же формате можно им и делиться нажимаем на кнопку шеи получаем что можно поделиться здесь в фейсбуке в твиттере в инстаграме послать по электронной почте получить код чтобы встроить настроение сайта и блока и тут же можно на youtube загрузить не выходя из самого сервиса все очень просто и быстро самое интересное что этот сервис достаточно умный он самостоятельно предлагает переходы между слайдами красивые подстраивает чередование слайдов под музыку он даже автоматически будет выставлять время чтобы текст можно было успеть на слайде прочитать то есть здесь настройки будут очень минимальные можно конечно вручную там увеличивать уменьшать время но сервис тут уже предложит вам какие-то варианты чтобы и текст можно было прочитать и картинки красиво поменялись и так далее вот таким образом очень неплохой такой сервис для быстрого создания обычного слайд-шоу из картинок другой вариант lumen5 если вы занимаетесь созданием видео для социальных сетей группу ведете например на фейсбуке или вконтакте может быть вам пригодится сервис lumen5 это сервис для создания трех типов слайд-шоу в основном он адаптирован для социальных сетей он много форматов предлагает для инстаграма для фейсбука для каких-то других социальных сетей для ютуба в том числе вот одно время он был очень популярен в фейсбуке очень много видеороликов снимали по с помощью этого сервиса сейчас опять ссылочку вам в чат отправлю в том числе можно и буктрейлеры снимать и рекламные видеоролики как он работает регистрируемся заходим внутрь он предлагает три вида слайд-шоу создавать причем ни один сервис такого варианта не предлагает во первых он предлагает создавать слайд-шоу на основе вашей публикации в сети например в блоге у вас есть какая-то статья с текстом и с картинками и вы хотите на основе этой статьи сделать видеоролик это можно сделать с помощью lumen5 нужно только ссылку на публикацию вставляем ее в окошечко а сервис в из вашей статьи возьмет ключевые слова тут уже включается в работу искусственный интеллект он выберет какие-то ключевые слова из вашего текста картинки возьмет если будет мало картинок он из своей библиотеки что-то добавит на свой вкус ну а дальше посмотрим что из этого получится я вам ссылочку отправила как раз на видеоролик созданный по статье то есть у меня была статья про квесты и вот я взяла эту ссылку добавила у меня вот такая история получилась в итоге второй вариант слайд-шоу это просто текст какой-то набрать а сервис вам к нему подберет красивые картинки и музыку и по видео ну и наконец традиционно третий вид это просто загружаете картинки добавляете музыку ну и стандартным образом получается видеоролик такой интересный довольно инструмент на первом этапе вам предложат выбрать формат фейсбучный инстаграммный какой тут еще несколько вариантов на выбор выбираем youtube он самом низу будет ну и приступаем к созданию дальше нам говорят какую тему вы хотите ну темы вот такие каждая тема это какая какой-то фон и какой-то текст уже вмонтирован в саму тему то есть здесь вот примерно можно посмотреть как что будет выглядеть какие-то не очень красивые алиповатые какие-то вполне симпатичные так что но мы вручную потом можем это все отрегулировать так что не боимся выбираем тему которая более-менее нам подходит ну и далее начинаем ну здесь у меня на слайде просто статейка там любая попавшаяся мне под руку я на ней попыталась экспериментировать вот текст я ввела ссылку текст появился здесь месяц картинками он все взял и взял какие-то мои картинки какие-то свои добавил ключевые слова на его взгляд он выделил синеньким он взял заголовки и взял отдельные какие-то слова если нам не нравится то что он выбрал мы можем это удалить просто на самих слайдах щелкаем по тексту и записываем свой и все чего больше дальше слайдики просматриваем добавляем свои картинки здесь есть хорошая библиотека элементов называется на медиа нажимаем на нее открывается список разных картинок причем здесь очень многое бесплатно есть платный контент но его немного в основном бесплатно много красивых атмосферных картинок здесь присутствует есть даже видеоролики маленькие такие что-то наподобие киф картинок можно это добавлять на свои слайды если захотим дальше следующая кнопка music это для добавления музыкального сопровождения style это вот для того чтобы там переделать стиль поменять что-то дальше каждый слайд можно дополнительно еще форматировать ну вот поближе пожалуйста layout то есть поменять подложку продолжительность слайда выставляется например всем одинаковая пять секунд но если мы хотим что-то подлиннее что-то покороче мы вручную это все делаем дополнительные опции more options это разные анимации дополнительные переходы между слайдами если хотим еще это настроить то нажимаем на последнюю кнопку что еще можно в этом сервисе сделать кроме музыки можно еще добавить озвучку голосовую для этого есть кнопка рекорд вверху нажимаем на кнопку подключаем к микрофон и начинаем наговаривать текст он будет распределяться поверх слайдов каждому слайду прикрепится свой кусочек листаем слайды и их озвучиваем голосом все сохраняем это все и сохраняться это будет все в формате видеоролика в конце будет небольшой водяной знак что это сделано в люмен 5 видео получается довольно хорошее тоже 720 готовый видеоролик вам предложат либо сразу в социальных сетях поделиться либо скачать себе на компьютер в сетях сразу делиться это на фейсбук чаще всего предлагают ну либо instagram ну получилась вот такая вот история вот кнопка для фейсбука вот кнопка для скачивания если вы хотите поменять формат допустим вы сделали вот для ютуба и хотите то же самое для того чтобы например квадратное для фейсбука сделать для этого нажимаем на кнопку авто ресайз изменить размер и он автоматически должен подстроиться под другой формат правда я не пробовала но опция такая есть теперь другой вариант просто текст я взяла стихотворение пушкина я помню чудное мгновение вписала его сюда и у меня вот такие картинки красивенькие с морем предложил если картинки не нравится можно свои грузить можно свои тексты вписывать все точно так же как в предыдущем варианте но и музыку тоже поверх можно накладывать можно кстати свою грузить можно из библиотеки сервиса брать ну и самый последний вариант это стандартный просто набор картинок загружаем меняем их местами в том порядке как надо а дальше она тоже будет каждая картинка на отдельном слайде и мы эти слайды можем редактировать можем поверх текст какой-то набрать можем анимацию добавить переход между слайдами и так далее ну и музыку сверху опять берем либо из библиотеки либо из сказать загружаем с компьютера вот такой интересный вариант интересный сервис интересно с ним работать так что тоже советую присмотреться вдруг пригодится из социальных сетей еще один сервис о нем не очень долго называется он adobe spark это сервис тоже для социальных сетей если посмотреть что он умеет он кроме того что слайд-шоу умеет делать он еще делает разные stories и обложки для социальных сетей коллажа презентации лонг риды у него очень много всего интересного есть в том числе слайд-шоу но слайд-шоу у него очень простенький всего в одном формате хотя для разнообразия можно поэкспериментировать похоже на анимота чем то вот так же точно внизу слайдики верху главный который мы редактируем здесь можно добавлять картинки видео тексты вписывать оранжевый значок с микрофоном означает что можно добавить голосовую озвучку то есть прикрепить включить микрофон и наговорить какой-то текст на каждый слайд здесь все очень просто с правой стороны есть кнопочки для того чтобы поменять тему для того чтобы выбрать шаблон для оформления вот например четыре вариантов шаблона титульного слайда с картинкой без картинки на весь экран надпись надпись посрединке выбираем любой и работаем можно начать с чистого листа просто чистые слайды а можно взять какой-нибудь готовый шаблончик и внутри просто поменять тексты и картинки внизу будет такой маленький водяной знак adobe spark что это видео создано с помощью adobe spark а здесь картинка текст открывается можно еще и голос сверху добавить готовый видеоролик можно взять на него ссылку и код а можно его скачать к себе на компьютер качество хорошее можете посмотреть по ссылке тоже 720 получается очень неплохо все adobe spark работает в браузере и работает он на мобильных устройствах это быстрый сервис для создания электронных публикаций так они себя позиционируют поэтому есть еще и мобильная версия можно на смартфонах все то же самое делать ну вот пожалуйста несколько вариантов тут оформления через значок плюсик добавляем тексты видео ну а с правой стороны цветовые схемы которые мы хотим использовать синенькие голубенькие разные шрифты кириллица здесь поддерживается внизу восстанавливаем продолжительность слайда допустим 4 секунды можно больше меньше и так далее сервис тоже нам какие-то будет подсказывать варианты на каждый слайд например по 4 секунды он выделил мы можем увеличить ну и наконец вот без этого сервиса уже никуда пожалуй наверняка он вам хорошо знаком канва сейчас на подъеме развивается сервис появляется много интересного новые шаблоны новые шрифты постоянная реклама идет этого сервиса иногда даже немножко навязчивая вот сейчас ссылку я вам отправила на то как можно здесь создавать видеоролики изначально канва вообще не для этого была она создавала для социальных сетей разный контент плакаты афиши логотипы обложки презентации инфографику в такой графический дизайн был сейчас и появилась возможность сохранять это в формате видеоролика и можно создавать здесь свои видеоролики сделать это можно двумя способами первый способ с помощью шаблона который называется презентация сервис переведен сейчас на русский язык поэтому в нем работать стало очень просто выбираем шаблон презентация и начинаем работать нам нужна пустая презентация так будет проще ну вот выбрали ее теперь нужно загрузить на слайд какой-то свой видеоролик какие-то свои фрагменты видеороликов из которых мы будем создавать собственно говоря и наше видео задача у нас будет такая у нас должен быть какой-то видеофон например вот у меня сервис сияние на этом видеофоне будут появляться картинки надписи меняться будет получается такая вот поздравительная открыточка как вот я вам в ссылке отправила чуть выше поздравительная открытка с новым годом сделанная в канве как это все делается видеофон можно взять из самого сервиса там есть набор видеофонов правда там часть конечно платная тут надо очень внимательно там если напротив какого-то элемента нарисована корона то значит это платная не трогаем берем бесплатно ну можно что-то выбрать либо свое видео загрузить какую-то подложку видео но вот сервис я не например далее слайд нам сервис нам говорит что вот это видео у нас 30 4 секунды можно его обрезать нажимаем на значок вот с этими четырьмя секундами появляется монтажная лента вверху и мы можем уменьшить длительность этого видеофона до трех секунд до двух как угодно но дальше сверху мы можем добавлять свои картинки свои тексты и их тоже можно редактировать тут все очень подробно настроено вот например редактирование текста фон шрифт список не список подчеркивание и так далее анимация по и какой появляться текст и как он будет исчезать здесь правда всего шесть бесплатных вариантов появления но так или иначе может что-то выбрать то же самое относится к картинке тоже можно анимировать и можно ее еще перекрасить поменять у нее зеркальном отображении и сделать прозрачной поярче побледнее фильтры к ней применить и так далее вот так что бесплатном согласно что в бесплатном варианте тоже шаблонов много и всего интересного много опять-таки картинки можно свои грузить можно опять из библиотеки взять там тоже есть что посмотреть итак мы вот этот видеофон можем сделать одним на все на весь видеоролик тогда мы просто дублируем слайд и копируем вот один этот видеофон создали продублировали много таких слайдов и на каждом этом фрагменте свою надпись сделали чтобы они у нас менялись далее нам остается только все это посмотреть проверить как у нас что работает и сохранить формате видео mp4 сохраняется то забыла совсем сказать про музыку что у нас музыкальном сопровождении музыку ищем в разделе элементы элементы а дальше аудио нажимаем вот открывается такой список треков с музыкой к сожалению в канве не все так весело потому что музыкальных фрагментов бесплатных здесь очень очень мало ну штук 10-12 может быть и она довольно специфическая музыка либо очень веселая либо совсем уж очень грустная что-то среднего я пыталась там найти что-то среднее сложно уже было поэтому здесь придется поискать свои звуковые файлы потому что иногда вот библиотека может вам не подойти как это все делается загружаем через кнопку загрузки ну и дальше перетягиваем просто на экран и он будет вот так вот с левой стороны отображаться виде вот такой плашечки вверху монтажная лента она будет показывать какой фрагмент аудио вы используете вы можете передвинуть например вы хотите не сначала чтобы звучала музыка из этого файла а вот то чтобы конечная часть композиции звучала можно просто мышкой передвинуть туда и будет звучать конечная история вот здесь к сожалению нет обрезки аудио здесь вот просто вручную придется туда-сюда все переставлять как только слайд закончится музыка тут же тоже закончилась поэтому придется музыку как-то подстраивать уже вручную но это уже отдельная история далее после того как мы эти слайды создали тексты написали все у нас красиво появляется исчезает можно уже сохранять это видео формате видеоролика вместо подложки вот я сделала там серное сияние до в качестве подложки можно фотографию в качестве подложки использовать и меняться у вас будут фотографии единственное здесь ограничение конечно в канве на то сколько он дает место для хранения вот этих всех загрузок один гигабайт свободного пространства здесь дается вот поэтому слишком тяжелые видео лучше не загружать забьете просто место свое лучше какие какие-то маленькие нарезочки из видеороликов использовать чтобы подольше попользоваться бесплатными возможностями канва этот вариант такой посложнее есть вариант попроще называется этот шаблон видео это совсем недавний шаблон появившись на него даже еще обучалок то не написали я сама попробовала вот как смогла так получилось у меня ссылка вот пожалуйста памятники мурманска взяла несколько маленьких видео фрагментов и собственно говоря вот что из этого получилось и так выбираем шаблон с видео и дальше нам предложат на выбор несколько уже готовых вариантов ну например вот такой шаблон из 8 слайдов здесь есть какая-то красивая подложка здесь есть маленький видеоролик вот этот в рамочке например и есть какой-то текст задача очень простая просто свои видео сюда загружать добавлять свои фотографии тексты собственно грязь заполнять шаблон своим содержанием таких вот наборчиков достаточно много бесплатных есть набор из одного шаблона то есть допустим просто красивая какая-то надпись выплывает есть наборчик вот как здесь целых восемь то целая история может быть вы можете миксовать эти шаблоны то есть начало взять из одного шаблона окончание из другого вы можете менять цветовую гамму менять шрифт размеры картинки эти растягивать побольше видео тоже растягивать растянуть по-другому как-то расположить очень внутри весь шаблон отменяется плюс только в том что вам не нужно самостоятельно ничего настраивать тут уже есть что-то готовое даже музыкальный файл приложен правда проверьте чтобы музыкальный файл был без короны вот здесь например сам шаблон бесплатный а музыка в него внутри платная вот такая вот грусть поэтому придется эту музыку нам удалить и дополнить какой-нибудь бесплатным аудио файлом ну и все а дальше просто загружаем сюда свои фотографии либо свои видеоролики мышкой их переносим на слайды и сохраняем опять как формат mp4 вверху есть кнопочка в правом углу скачать со стрелочкой скачиваем как файл mp4 хорошее качество без водяных знаков это все просто замечательно можно использовать и в социальных сетях и на facebook загрузить так что канва это отличный просто сервис и сейчас наверное он впереди всех графических хорошо бы и дальше развивался и радовал нас всякими интересными вещами единственное что у меня немножко напрягает то что поиски шрифта очень долгими оказываются потому что не все поддерживают кириллицу к сожалению а свои шрифты загрузить нельзя потому что это опция платная единственное что а все остальное работает здесь просто отлично ну и последняя часть вебинара нашего будет посвящена немножко затянула сегодня посвящена собственно говоря программам для монтирования видеороликов понятно что обучалку по каждой программе я не смогу рассказать это просто нереально я могу только показать где взять обучалки показать какие существуют программы для монтирования видеороликов но какие-то пунктирам буквально обозначить основные их возможности если вы планируете создавать снимать видео на камеру например либо какой-то сложный вариант у вас есть нескольких видеороликов создать один использовать архивные съемки когда нужно наложить несколько звуков один на другой то естественно нам онлайн сервисы здесь не помогут нам придется что-то какие-то программы осваивать для создания видео самый простой вариант это программа movie maker она же киностудия windows life если у нас лицензионная windows стоит на компьютере то чаще всего они входят уже бесплатный набор можно посмотреть среди своих программ и уточнить это самый простой вариант для начинающих для тех кто пользуется начинает пользоваться и создавать видео видео ролики программа на русском языке все здесь очень просто всего несколько кнопок и практически в режиме одного окна мы работаем загружаем картинки или фотографии эта кнопочка добавить видео и фотографии добавляем музыку рядышком кнопочка это фоновая музыка здесь есть одна видео дорожка и одна аудио дорожка правда музыку можно загружать не прямо сначала а с любого фрагмента например первая часть видео у нас будет идти под одну музыку потом с определенного фрагмента мы загрузили другую музыку и вот таким образом можно музыкальные файлы менять далее здесь появилась опция озвучки можно озвучивать и поверх музыки еще голос наложить есть такая возможность если подключить микрофон далее в красную рамку я вынесла разного вида титры в начале в середине поверх самих кадров ну и в конце как заключительные титры ну и далее собственно говоря вкладка вот который желтеньким сейчас горит средства работы с видео это основная например если можно да можно сочетать фото и видео это здорово ну вот например я ее открыла чтобы было понятнее о чем здесь идет речь например можно видео порезать она у нас длинная мы хотим вырезать какой-то элемент из него запускаем просмотр нажимаем в нужный момент на паузу и нажимаем на кнопочку в красной рамочке на мне разделить у нас видео будет поделено на несколько частей и ненужный фрагмент правой клавишей мыши мы можем удалить либо просто выделить фрагмент и щелкнуть на кнопку длит все он исчезнет и таким образом у нас можно тут монтировать вырезать разные моменты из видео плюс с левой стороны есть еще кнопки для громкости звука громкость видео это называется можно выставить максимальную то есть делать более громким здесь стоит это ползунок посерединке вы можете чуть громче сделать или чуть тише есть еще возможность настроить угасание исчезание то есть чтобы музыка не резко прерывалась например или не резко начиналась а как-то постепенно нарастала и угасала вот такие возможности что еще здесь есть собственно говоря просто как мы наложили музыку обрезали видео можно настроить переходы в разделе анимация можно настроить визуальные эффекты которые так называются там поярче сделать в черно-белый цвет перекрасить например и так далее это все в разделе визуальных эффектов ну и далее останется только нажать на кнопку сохранить фильм и скачать его себе на компьютер хорошее качество правда опять-таки придется подождать чем длиннее ваш видеоролик тем дольше он будет монтироваться вот это самый простой вариант который под рукой есть и бесплатно главное что если у вас это десятка на компьютере windows 10 то среди программ вы можете найти например вот такую называется на видео редактор это упрощенная версия предыдущей программы здесь все еще проще есть кнопок ну раз два три шесть кнопок 7 и все на этом тоже все в режиме одного окна через кнопку добавить мы загружаем все что захотим например фотографии видеоролики и аудио музыку например свою сюда все добавляем далее вы стараем их внизу вот на этой вот ленте чтобы один за другим они в любые последовательности у нас были а дальше внизу ряд кнопочек которые позволяют редактировать длительность текст движение 3d эффекты и фильтры длительность это продолжительность видеоролика можно подрезать если он какое-то видео у вас очень длинная здесь есть такая возможность ну текст это понятно на разные тексты добавляет движение это фотографии то приближаются то отдаляются в предыдущей версии это были визуальные эффекты 3d эффекты это разные красивости поверх экрана там и не неожиданно выпал снег пошел дождик там заморозка экрана какие-то вот такие вещи ну и фильтры это вот перекраски засветлить затемнить и так далее что касается текстов если windows movie maker мы текст могли форматировать то есть тексты форматировать нельзя есть окошечко куда мы вписываем текст есть варианты их тут около десятка да ну вот это например называется сентиментальный просто тексты за нас все подумали все мы единственное что можем продолжительность этого текста выстроить внизу допустим вот три секунды он длится мы можем уменьшить увеличить а так цвет поменять размер поменять это все не для этой программы здесь просто все за нас уже подумали хотя с другой стороны если нам нужно быстро быстро это тоже вариант так там можно выбрать да сейчас про звук поговорим да вверху есть кнопочка фоновая музыка да вот и пользовательский звук сюда можно добавить аудиотреки из библиотеки сервиса здесь кстати есть хорошая библиотека можно там поискать но и можно свою музыку добавить этот будет пользовательский звук да и поверх всего этого можно наложить еще музыку готовый видеоролик у нас можно сохранять и получается у нас уже готовый видеоролик к сожалению да к сожалению у меня ссылки сейчас под рукой нету этого всего но собственно говоря на выходе получается примерно так же как и windows movie maker примерно все то же самое а нет нашла ссылку сейчас вам ссылку покажу на этот видеоредактор это мы делали для социальных сетей это кстати хороший вариант для социальных сетей когда нужно быстро вот пожалуйста наша группа вконтакте и мы там вот такое видео размещали сделанное в этом редакторе но для сравнения могу вам показать буктрейлер снятый в movie maker и вот так он выглядел у нас вопрос был если в десятке его нету но это приложение только к десятке к windows 10 сожалению отдельная его никак нельзя скачать и не как распространить если у вас не десятка то стоит поискать movie maker или windows live вот наверняка что-то из этого есть потому что они распространялись версиях раньше десятки вот были там они а если у вас десятка то мне будет вот такой видеоредактор ну и буквально несколько программ которые я осваивала которых я имею представление бесплатные программы которые можно скачать из интернета видео под видео идитор позиционирует себя как бесплатная программа правда они немножко хитрят здесь дело в том что мы можем ее скачать действительно бесплатно и можно в ней работать бесплатно на русском языке здесь более сложный интерфейс здесь не одна звуковая дорожка несколько и видео дорожек несколько есть опция картинка в картинке можно сразу несколько звуков один на другой накладывать несколько видео одно на другое накладывать тоже можно сделать прозрачным там чтобы красивые эффекты получились здесь есть библиотека элементов красивых переходов и всего всего хорошего есть подробная инструкция тоже присутствует но с чем я столкнулась я с радостью скачала действительно поработала мне все понравилось но после пятого видео программка запросила денежек вот причем об этом нигде почему-то не написано ни на нигде но если вы хотите сохранять и дальше видео в этой программе то вам нужно купить полную версию полная версия стоила на тот момент где-то 1500 рублей в таком формате поэтому с эта программа действительно хороша но вот такие вот с ней получились интересности хотя можно как тема попробовать пять видео и вдруг вам понравится в ней работать а вдруг вот шоткат хороший вариант и надо попробовать я не пробовал еще у меня была программа pinnacle studio не была она и сейчас собственно говоря есть она еще более сложный вариант на русском языке она постоянно меняется сейчас уже 23 версия вышла я в прошлом году покупала у меня было 21 чем хороша программа все весь тот же функционал огромное количество звуковых дорожек огромное количество видео дорожек друг на друга можно накладывать картинку в картинке можно делать здесь хорошая библиотека разных интересных визуальных элементов там допустим раскрытая книга какая-то может быть там что-то выплывает выезжает шрифты хорошие шаблоны для шрифтов и так далее единственный недостаток требуется мощный компьютер она будет подвисать к сожалению если есть оперативная память не очень большая но и здесь придется повозиться с ней потому что тут сложная достаточно навигация много-много кнопочек разных не всегда все понятно и не всегда все логично здесь она такая полупрофессиональная я бы сказала потому что есть еще сложнее но вот видеоэдитор вот пожалуйста ссылочку я вам забыла это видеоэдитор pinnacle studio сейчас тоже отправлю на буктрейлер здесь у меня уже ссылки на буктрейлеры пошли чтобы можно было представить как это может выглядеть а вот это pinnacle сделанная но вот это вот чудо да pinnacle она платная и демо версии у нее нету даже попробовать не получится сразу предлагают скачивать стоимость разные версии попроще версия 3000 рублей самая сложная около семи sony vegas pro на данный момент ценник этой программы самые усовершенствованные около 70 тысяч рублей это профессиональная программа для монтирования видео правда у нее есть дома версия если вы очень хотите приобщиться к прекрасному к профессиональному то можно попробовать скачать ее 30 дней бесплатно попользоваться правда она тоже вас запросит 4 гигабайта только для того чтобы установиться но еще 18 гигабайт для того чтобы она могла там работать хорошо у вас на компьютере я пробовала устанавливала она а то пример еще дороже мне кажется они в одну цену а то пример мне кажется даже чуть подешевле да то бы я не добралась мне сотни века захватила но вот судя по вот этому окошечку вы представляете что здесь можно сделать здесь можно делать все и анимацию снимать и видеоролики монтировать и на выходе получаются видео огромного качества просто супер качества ну например мой видеоролик буктрейлер на две минутки на качеством и оказался весом 12 гигабайт я потом еще пыталась его как-то сжать потому что это был мой первый опыт я не знала что внутри программы есть еще возможность ухудшить качество чуть-чуть сжать вариант такой вот на выходе вот так у меня получилось самое интересное что при всем при этом он достаточно быстро монтирует то есть даже если у вас видео состоит из 120 частей он очень быстро уже из этих всех частей соберет такой хороший конструктор но настройки здесь очень сложные все приходится делать вручную тут нет каких-то шаблонов допустим те же самые тексты писать придется вручную эффекты к ним подбирать вручную каждую буковку настраивать но если вы хотите профессионально заниматься видео то вот пожалуйста можно на 30 дней себя попробовать правда за эти 30 я не успела весь функционал конечно посмотреть я только разобралась что там есть несколько аудио-видео дорожек можно видео одно поверх другого накладывать можно мне понравилась опция например если у нас видео разных форматов можно это сделать чтобы она была одного формата вот он растянет либо увеличит как-то вот переформатирует в общем вот на выходе получается чуть-чуть не качество 4к так что вот если есть возможность хотите попробовать пожалуйста есть такое ну а вот это моя любовь на данный момент мова ви одно время я очень так скептично к ней относилась но я ее скачала и она мне очень понравилось я попробовала мне понравилось еще больше он предлагает разные тарифы самое интересное года изучается легко здорово но вегас про мне просто по ценнику не подходит можно конечно вегас скачать в пиратском исполнении можно найти там где-то в книге эти все ссылочки скачать себе но но я не хочу пиратом помогать а вот для моего компьютера например она очень тяжелая он просто заберет у меня всю мою память компьютерную и все мне жалко поэтому я нашла вот такую альтернативу movavi быстро легко и минимальный функционал я не собираюсь монтировать какие-то супер видеоролики звездные войны снимать тоже не буду поэтому вот такого мне хватило на данный момент в общем он довольно симпатичный у него есть образовательный тариф если у вас школа учебное заведение можно запросить от имени школы образовательный тариф он будет для вас бесплатный но я уже не в школе поэтому я купила личный персональный тариф у меня он называется видеоредактор плюс 1690 стоит на данный момент что он умеет монтировать эффекты переходы создает видео анимация и быстрая обработка видео вплоть до формата 4к собственно говоря есть еще видеоредактор сьют видео сьют он еще умеет записывать видео с экрана скринкасты делать и конвертировать файлы из одного формата в другой то есть вот ну тут разница 300 рублей поэтому в общем то можно даже видео сьют себе приобрести он еще круче будет это бессрочная лицензия на всю оставшуюся жизнь на один компьютер к сожалению если вы хотите там чтобы у вас было и на планшете и там где-то еще на компьютере то это придется две лицензии покупать не очень хорошо да то я я ушла от pinnacle вот к этому ресурсу все верно pinnacle для меня оказался сложным простите меня я его и так и не освоила и у меня он постоянно зависал на компьютере меня это бесило мягко говоря вот так десятки так и не нашла видеоредактор может быть не на всех версиях может быть она может быть называться еще и по другому может быть как-то ну в общем надо уже смотреть можете не во всех да в поисках напишите видеоредактор windows да вот я думаю да вот спасибо что вы со мной согласны мне тоже все нравится что еще дополнительно здесь есть очень красивые разные штучки называется это эффекты и эффекты есть уже в бесплатно в той версии которую вы купите есть уже какой-то набор этих эффектов но если вы хотите еще круче сделать то есть целый магазин и вы можете там приобрести разные наборы для разных целей например для блога для своего для набор путешествия набор детский в набор входит стикеры всякие симпатичные шрифты музыка соответствующей тематике разные переходы всякие вот такие вот интересные штучечки выплывающие вылетающие вот если это нужно то можно себе купить ну тут вот по цене видите что что и как есть опция подписка на весь магазин вот у меня подписка действует нами на год эта подписка 2000 рублей то есть я могу всеми этими пользоваться но в течение года вот может быть так попробовать вот таким образом можно настроить как это апгрейдить свой свою программу добавить туда еще больше эффектов чтобы можно было из чего-то выбирать давайте я вам покажу что у меня получилось это мой первый опыт в мавави был это я буктрейлер сделала по детской книжке мне понравилось в нем работать честно поэтому я пока вот на нем сижу вот изнутри как это выглядит изнутри выглядит довольно симпатично все здесь все на русском языке здесь все просто очень простая навигация кнопочек немного и они интуитивно понятны плюс тому что еще всплывающие подсказки есть если вы не сориентировались вам помогут подскажут что есть есть обучалки по мавави их много в интернете найти найдутся в несколько звуковых дорожек несколько видео дорожек тексты несколько текстовых дорожек можно даже сделать здесь есть хорошая библиотека музыки я даже никакую свою музыку не добавляю пользуюсь тем что есть хорошее много эффектов красивых шрифт к рельсу поддерживает красивые переходы между слайдами в общем я тут могу бесконечно хвалить этот ресурс и плюс к тому что не требует много оперативной памяти самое главное он не виснет и он работает ну даже на средних машинах очень неплохо работает готовое видео хорошо форматирует качество можно выстроить какое вы захотите лучшее качество ну конечно будет не так как в соне вегас про не 12 гигабайт но вот тот же двухминутный ролик в мавави весит 2 гигабайта качество конечно другое но и ролик собственно говоря не очень тяжелый можно использовать в работе в общем у меня претензий к ней вообще никаких нет мне здесь все очень очень нравится но единственный недостаток что нет демо версии она платная изначально но и в заключении нашего вебинара про авторское право были вопросы в чате вот что касается авторского права картинок есть бесплатные фотостоки 30 штук у меня ссылка и тут они представлены если вам нужно можете скачать презентацию там по ссылочке выйти посмотреть есть еще возможность в гугле искать такие например возможно в яндексе тоже есть но мне яндекс поиск не очень нравится я поэтому гуглом всегда пользуюсь в гугле есть возможность искать в картинках и выбирать опцию в разделе инструменты с лицензией на использование в некоммерческих целях то есть вот те самые картинки которые мы можем использовать сами ну например я книгу выбрала мне вот выпало вот столько разных картинок из которых можно уже что-то себе выбрать таким образом можно искать либо в фотостоке пойти там подобрать что-то ну вот третий вариант снимать фотографии самому музыка вопрос к музыке очень хорошая фонотека на ю тубе вот я сначала иду туда ищу там музыку ее можно скачивать использовать там выплывает плашечка на которой будет написано как ее можно использовать либо вообще без указания автора либо автора прописать где-то в конце например видеоролика на ю тубе можно по поиску поискать поспокойнее по длиннее по жанру по инструменталу и так далее правда она очень большая и вам придется потратить время на поиски но зато вы точно будете уверены что с музыкой все в порядке плюс еще много разных библиотек музыкальных аудио на текст фримьюзик архив музоупон саундклауд это уже англоязычные сервисы но там тоже есть музыка без авторских прав можно что-то оттуда взять и еще вопрос часто возникает разные шумовые эффекты там шум дождя какие-то взрывы выстрелы если мы про войну что-то делаем не за звук колоколов метроном и так далее где это взять есть русскоязычный портал называется шумотека там много разных интересных звуков пишущий карандаш лающая собачка звон разбитого стекла и так далее и если там ничего не нашлось можно попробовать еще в англоязычный зайти в аф-лайбрари и пи-пи-си саунд эффект вот пи-пи-си саунд эффект это конечно действительно нечто потому что там какие-то экзотические звуки типа звук дождя в амазонии или там лающий шотландский терьер вот что-то вроде этого так что можно поискать наверняка что-то найдется бесплатно можно все использовать в некоторых буктрейлерах еще можно встретить так называемые красивые видео переходы заставки называется это футажи они такие бывают анимированные а бывают такие вот атмосферные там какой-нибудь красивая природа там прибой какой-то где взять вот это все для своих буктрейлеров есть сайт опять-таки русскоязычный футажик там можно скачивать и есть еще вот мне нравится вот этот есть еще pixabay а я еще вот этот pixels видео он позволяет тоже вот найти вот например тут можно по картинкам посмотреть там прибой какой-нибудь море шумящее там шаги какие-то и так далее здесь по поиску на русском языке можно найти все что вы захотите надеюсь по крайней мере вот я оттуда еще беру футажики там вот вот про девочку я буктрейлер посылала по книжке там шум города в самом начале как раз я отсюда взяла из пикселя вот попробую подтянуть из официальных источников компьютер и подвес уметь настраивать и собирать ухты здорово ну я надеюсь что найдется что-нибудь наверняка либо киностудия windows live видеоредактор найдется вот спасибо вам большое за внимание прошу прощения что я вас задержала на полчаса но я надеюсь информация будет вам полезной презентацию как всегда можно скачать там много полезных ссылок для вас если необходимо я подобрала инструкции все примеры которые я сегодня вам показывала они внутри презентации если что-то пропустили то пожалуйста пользуйтесь дополнительно это я все опубликую потом в своей группе на фейсбуке и коты мастерилки вот спасибо большое за внимание если больше вопросов нет то я тогда буду прощаться до июня с вами всего доброго хорошего вам лета